Этим контейнерам с концептуально новой системой очистки пророчили славное будущее. По заверениям специалистов, они в воде не тонут и в огне не горят. К сожалению, эти контейнеры испытания мусором и временем не выдержали. Установленные всего пару месяцев назад, они сгорели. О том, что еще вчера здесь были контейнеры, напоминает только сгоревший остов. По словам очевидцев, пламя легко перекидывалось с одного контейнера на другой. Заявленные в самом начале, как огнеупорные, они сгорели в считанные секунды. Я первый заметил, что контейнеры горят и вызвал пожарных. Только они не смогли быстро подъехать. Гезд во двор был заставлен машинами жителей. Пламя перекидывалось с одного контейнера на другой. Они легковоспламеняющиеся, пластмасса ведь. Так и сгорели, пока пожарные подъехали. 25 миллионов тенге выделил бюджет на установку и оборудование 19 контейнерных площадок в микрорайоне Нурсад. Глубинные контейнеры, по заверениям специалистов, способны накапливать до 5 тонн мусора. Еще одно преимущество – отсутствие запаха. Ведь весь мусор скрыт под плотной крышкой. Кроме того, они огнеупорные. И хотя последнее качество контейнеров на практике не подтвердилось, чиновники от идеи установки таких контейнеров в городе не отказываются. В данное время идет обследование. Мы считаем его со стороны людей. Прямо, по-моему, целенаправленно с этим кто-то занимается в данное время. Они прямо пришли, наверное, огнеупорные, какой-нибудь с этим материалом или кем-нибудь неправильно обратились. И из-за этого сейчас пошла пожар на этом месте. Мы везде, в центральной части города планируем установку глубинных современных образцов контейнерных площадок. Одна из главных проблем тех, кто обслуживает эти контейнеры – отсутствие спецтехники. И сейчас их очищают буквально вручную. Как заявили в городском Акимате, в следующем году планируется закуп двух спецмашин. Продолжение следует...